Дорогие братья и сестры, Церковь Господа Иисуса Христа, имя наше Вифезда, я сегодня хочу обратиться и хочу приветствовать вас любовью к Господу Иисуса Христа, зная, что не могу видеть вас сейчас всех одновременно, но душа моя, она с трепетом относится к этому моменту нашей жизни, и так как никогда не думал, что мне придется в таком положении говорить Слово Божье, и я это делаю первый раз, но сегодня я благодарю Господа, что Господь дал силы сегодня мне подняться и всем вам подняться и радоваться этому дню, этому утру, утру для того, чтобы в нашей жизни, независимо от наших условий, мы были наполнены благодатью Господа Иисуса Христа, мы должны быть наполнены силой от Господа, мы должны радоваться этому солнышку, которое сегодня взошло над нами, мы должны радоваться этому моменту нашей жизни, как все равно получившие большую прибыль. Вы знаете, что иногда в жизни, жизнь – это такая штука, что не всегда в ней приходит ясная погода, или приходит только ровная погода, всегда солнышко, но иногда приходят бури, иногда приходят трудности, иногда приходят переживания, и я хочу вас еще раз поприветствовать любовью к Господу, и хочу просить, чтобы вы слушали мое слово очень внимательно, потому что я имею попечение, и мое сердце, оно тревожится в том вопросе, чтобы вы все правильно поняли, чтобы душа ваша наслаждалась миром и утешением. Я молился, и Господь мне дал слово сегодня, и это я наполнен Словом Божьим, и хочу это слово передать вам, поскольку мне Господь даст на сегодняшнее утро способности для того, чтобы Божья благодать и милость сохранила нас от всякого рода зла. Я хочу просить и прежде всего сказать о том, что уже много обращений пастыров было, как для каждой церкви своих. Мы оказались немножечко в таком затрудненном положении, потому что вы знаете, что мы переживали определенную борьбу, и у нас появилось здание, но мы еще не успели приспособиться к этому моменту жизни. Я так думаю, что мы будем работать, будем на этой неделе пытаться установить интернет, будем пытаться подтянуться в этом вопросе, чтобы также, если вдруг затянется такое время, чтобы мы могли как-то проводить, пока даже интернет есть, как-то собрание на онлайн, и в этом вопросе мы будем стараться, чтобы, во-первых, не отстать от других, а во-вторых, чтобы нам все-таки иметь какое-то сообщение друг с другом. Я хочу, прежде всего, прочитать Слово Божье, которое мне Господь первое дал, и я прочитаю его, и потом обращусь к тому, чтобы сказать некоторые наставления, которые нужно для того, чтобы нам пройти это трудное время, которое нас постигло. Я читаю из книги Иова, я прочитаю такие слова с 37 главы 19 стих. Научи нас, что сказать нам, мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расшистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшно великолепие. Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает, поэтому да благовеют пред Ним люди и да трепешет пред Ним все мудрее сердцем. Я хочу сказать, что прежде всего Дух Святой мне открыл, что прежде всего мы должны покаяться в определенном нашем грехе, который в последнее время мы допускали в нашей жизни. Мы часто приходили на наши богослужения, мы не всегда были внимательны к Слову Божьему, мы не всегда приходили для того, чтобы приносить жертву Господу, мы не всегда приходили для того, чтобы благоветь пред лицом Господа. И Господь открыл, что Он хочет, чтобы в каждом доме, в каждой семье загорелся жертвенник, чтобы священники заняли свои определенные места в семье своей, чтобы это было благовейное умиление пред Господом, чтобы благодать Господа могла действовать. Бог нас очень чудно поселил в Новый Завет, который не такой Завет, как был раньше, Завет, когда приносили жертву, и вы знаете, все вы верующие люди, тельцов и других животных, потому что только кровь могла помыть нас и очистить нас от всякого греха. Но Господь принес в жертву Своего Сына Единородного, Иисуса Христа, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И так за нас заплачена цена, но Господу не угодно, чтобы мы ходили в Дом Божий по традиции, или по обычаю, или с духа любопытства, или от того, что нечего делать, и потому Господь допустил такое определенное страдание для народа Божьего. Что же случилось? Случилось то, что так, как и написано в Священном Писании, и я так думаю, в нашей церкви, или в церкви в Ефезде, как никогда, если бы мы были внимательны к действиям Господних, Дух Святой предвозвещал о том, что придет такое время, что не смогут даже два или три человека собраться вместе. И это время Он сегодня допустил, хотя еще не во всей полноте, потому что сегодня мы живем еще в наших домах, мы живем спокойно, мы имеем кушать, кое-что, возможно, запаслись, и я об этом сегодня совершенно не переживаю, потому что я так думаю, что народ наш практичный, и мы понимали, мы переживали, особенно старшее поколение, мы переживали, что бывали моменты, что мы должны что-то доставать, или что-то делать, или что-то покупать, но сегодня пришло время другое. Если раньше было такое гонение, что мы как-то могли бороться, и мы не подчинялись, и мы думали, что мы можем как-то противостоять, и даже какое-то было подпольное служение, и так далее, в тех странах, откуда мы приехали, то сегодня мы должны занять немножко другую позицию, и, как я прочитал слово, пока не рассеется эта тьма, и пока не придет полное дуновение ветра, чтобы все сокритое, оно было открыто для всех нас, потому что, как здесь Ио говорит, что мы можем разобраться в этой тьме, но я знаю только одно, что Господь переселил нас в эту добрую страну, и уже то, что президент в воскресенье призывал к тому национальному дню молитвы, то это очень благословенное состояние его, которое повергает нас в ту доброту, что мы должны молиться, что мы должны просить благословения, и мы должны молиться за правительство, за страну, и быть в этом моменте нашей жизни очень законопослушными, потому что мы не можем подвергать, во-первых, других людей, но мы должны очень внимательны быть к тому, что требует правительство в этом вопросе. Есть и что-то, где сокрито, которое мы не понимаем, потому что в вопросе новостей и других очень много сегодня сайтов, которые настраивают людей на всякие различные направления жизни, то мы должны быть очень внимательны к Слову Божьему, потому что я в прошлое воскресенье читал о том, что в 13-й главе к Римлянам написаны такие слова, пятым стихом, что говорится, что мы должны подчиняться правительству или начальствующим не только из-за страха, но по совести, потому что мы дети Божьи. И еще раз хочу сказать, что Дух Святой говорит о том, что не только о нас это постигла беда, она пришла на всю землю, а раз она пришла на всю землю, то мы должны понимать, что не только мы одни, но весь народ и все люди будут страдать на земле. Священное Писание говорит, когда приходят суды на землю, то люди научаются правде. Поэтому прежде всего я хотел бы просить, чтобы мы настроили наше мышление, чтобы мы настроили наш дух, наш дух, чтобы мы начали благословлять страну, чтобы наши молитвы в наших домах, они были настроены на то, чтобы именем Господа Иисуса Христа был связан этот демонический дух болезни, чтобы пришло освобождение. Я часто молюсь по ночам и днем, чтобы наш штат, в котором мы живем, и страна, которая нас приняла, и это добрые люди, чтобы они были благословенны, и чтобы милость и радость сопровождала их. И когда им будет хорошо, тогда всем людям будет вокруг хорошо. И потому только Церковь Господа Иисуса Христа, она должна быть сильной, что только Церковь может связать вот эту демоническую силу, вот этого ангела-губителя, который вышел на землю для того, чтобы истреблять, для того, чтобы, возможно, убивать и повергать к смерти, но Церковь Господа, она должна стать на стражу, потому что Господь сказал, что положу твое основание на рубинах и камнях. И потому это вот чудное, такое определение Господа, фундамент нашего Господа Иисус Христос, который заплатил свою цену за нас, и Церковь Его, она должна быть тем гранитным камнем, и тем камнем пока на этой земле, чтобы никто не мог ничего сделать, и враг не может ничего сделать, он бессильный, если на земле находится Его Церковь. Все это говорит о том, что мы находимся в предшествии прихода Иисуса Христа на землю. Вы помните, что я не раз в собраниях говорил, что 23 года назад мне было показано сновидение, и мне были показаны часы, на которых было показано, что без 5 минут 12, это был 96 год примерно, я точно не помню, 96 год, но буквально прошло 23 года, и в результате опять были показаны те же самые часы, и на часах было показано без 3 минут 12, и это говорит о том, что при счастье Господа Иисуса Христа, оно приближается, Господь скоро придет за Своей Церковью, Господь придет скоро за Своей Голубицею, Чистою Святой, но Церковь сейчас она не готова к тому, чтобы поднял Господь, и потому вот эта вот трудность, которая у нас сегодня есть, она приблизилась лишь только потому, это не основная такая проблема, или это не основная беда, которая придет на землю. Я не хочу вас сегодня ложно успокаивать, я не хочу вас сегодня ложно говорить, что успокойте, что все будет хорошо, но я хочу вам сегодня сказать то твердое слово, которое должно быть сегодня для народа Божьего, мы должны прийти в страх Божий, и мы должны начать взывать каждый со своего места в своей семье, в своем доме, мы должны стать как священники в проломе, чтобы наши жертвенники загорелись, чтобы мы пришли в страх Божий, и чтобы этот страх Божий хранил нас всякого рода зла, и Дух Божий, Дух Святой обещал пребывать в каждой семье и хранить каждый дом, который находится под его большими могучими крыльями, мы должны иметь веру глубокую, потому что без веры удигодить Господу невозможно, и потому сегодня я хочу просить и сказать, что Дух Святой открыл мне, что как у женщины иногда перед родами есть предвестники, это такие боли, которые приходят возможно за две недели до родов женщины, и они говорят о том, что скоро произойдут, будут роды, и что женщина скоро освободится от своего груза и гнета, так и сейчас, я не знаю, как будет и откуда будет, но по стечении этой беды возможно придет вторая беда, которая будет труднейшая, и мы должны будем крепче ухватиться за руку Господа, чтобы нам находиться при лицом Господа, и особенно, чтобы нам поправить наш светильник, чтобы просмотреть свои места, где мы согрешали, где мы были невнимательны к действиям Господним, чтобы мы пришли в страх Божий, и чтобы мы могли, знаете, радоваться и иметь тесное общение с Господом. Я хочу сказать, и как сказал уже, что я не буду вас настраивать, какие вы должны соблюдать все средства гигиены, мы должны все пользоваться всеми советами, мыть руки, стараться меньше не выходить на улицу, стараться пересидеть это время, потому что, во-первых, это требует правительству, а во-вторых, вот эта зараза, которая невидная, она есть возможно, а если что-то сокрыто больше, то, но когда пройдет эта тьма, мы скоро увидим ее, и мы будем знать, возможно, что делать, но без Духа Святого мы не сможем правильно ничего сделать, я когда-то очень много лет назад я видел еще такое сновидение, Господь разумлял, что церковь наша, мы находимся в таком выкопанном окопе, в глубине земли, это как будто на войне, и я видел, что все люди, они находятся вместе со мною в этом окопе, но когда я увидел, посмотрел на запад, оттуда идет очень большая черная туча и с бурей и такой, и когда я даю команду, что люди, пожалуйста, братья и сестры, не высовывайте головы, не поднимайте головы, но многие слушали, а некоторые не слушали, для некоторых было все равно, и как только они высовывали голову с этого окопа, тут же не вставало головы, тут же враг поражал, еще я имею одно откровение, что через сосуд совсем недавно было открыто, что вода, это в смысле как беда, она дошла до порогов наших домов, но если народ воззовет, если мы воззовем, будем искренны пред Господом, по нашим домам, по нашим семьям, то Бог не позволит зайти этой воде в дома наши, и мы сможем перейти вот эту жизненную долину и этот вопрос или этот момент нашей жизни, поэтому пусть Господь благословит вас всех, будьте внимательны, у нас сегодня не только, что мы не имеем общения, у нас сегодня имеются телефоны, на сегодня мы можем позвонить, любой час, любому служителю можете позвонить, можете позвонить мне, если будет какая-то беда, мы будем выходить на помощь, мы будем стараться реагировать на все эти вещи, поэтому панического такого направления у верующего народа оно не должно быть, вы должны быть верующими людьми, мы должны уповать на Господа, и помните, я вас всегда учил к тому, что Церковь Господня, она должна быть на самоконтроле Божьем, Дух Святой открывает еще один грех, который был у народа, в последнее время многие положились только на церковь, на собрания, на молитвенные дома, многие положились на то, что они, что их кто-то помолится Господу, или они подадут записку и помолятся Господу, но вот пришло время, когда Господь выбивает этот фундамент, и ты, и я, и все мы вместе должны стоять перед Господом, потому что за моей спиною находится дом мой, находится семья моя, находятся мои внуки, находятся мои дети, и в этом вопросе предстояния перед Господом никто не поможет человеку, ни пастор, ни служителя, но только то, как я буду стоять перед моим Господом. У Господа очень благосновенные глаза, для Его нету стен, для Его нету никаких укрытий, Господь видит нас, когда мы встаем, когда мы ложимся, и потому всякую нужду, которую мы сегодня имеем, мы должны нести пред Господом, мы должны приходить к Ему, беседовать как с другом, и Священное Писание говорит, что если бы ты исполнял заповеди, то мир твой был бы как река, и правда, как волны морские. И потому сегодня я вас прошу быть внимательным, умнейшее слово, которое я хочу сказать сегодня, в этот воскресный день, в этот день Господень, я хотел бы, чтобы вы на домашнем самоконтроле не проводили это время в суете или каких-то мыслях, чтобы не проводили его телевизоров, но чтобы проводили, если смотрите на сайтах, чтобы принимали и имели хорошую пищу, чтобы слушали проповеди, это время, когда вы можете очень много сделать для своего дома, вы можете заниматься с детьми, вы можете учить деток, вы можете учить их петь, если у вас есть маленькие дети, вы можете учиться их проповедовать, вы можете учить их молиться, вы можете с ними работать, вместо воскресной школы будете работать вы сегодня, потому что это ваше наследие, и никто так лучше не может поработать, как дети, как родители со своими детьми, поэтому пусть Господь вам поможет сегодня, отцы, я прошу вас, вы должны сегодня назначить молитвенные стражи, вы должны сегодня учиться, молиться, и защищать свой дом, Священное Писание говорит, если дьявол, он заинтересован связать семья сильного, если он свяжет сильного, то уже потом ему легко очень взять дом его, а священным является в доме отец, священник дома, если же отец не в нормальном состоянии, или в состоянии таком уныния, или какого-то неблаговения, то это место может занять мать, но дом должен быть сокрытый под крыльями Господа, пусть Господь вас благословит, и пусть Божий мир будет над вами, я знаю, что мы переживали когда-то время, может быть, пожилые люди помнят, когда у нас были гонения, и когда вообще никакой пищи не было, была только одна Библия, и был у нас, возможно, у каждого какой-то подпольный приемничок в Эф, и мы настраивали на передачу, где проповедовал часто Яр Николаевич Пясти, или проповедовал Зинчик, или другие, которые отсюда с этой страны посылали короткие радиовещания для того, чтобы поднималась вера в народа, и среди помех мы настраивали ручку этого приемника, это была та пища, перед которой мы благовели, мы получали Слово Божие, но Дух Божий был в наших домах, в наших семьях, я помню, что мы держали больных детей при лицом Господа, и Господь всегда обещал и говорил о том, что Он с нами, Он являл исцеление, Он миловал, Он врачевал нас, и сегодня рука Его не сократилась, Он сегодня находится в том же самом положении, но сердце наше, оно, возможно, поменялось, и потом у нас сложился, возможно, неправильный уже наш менталитет, или наши мысли, наше понимание, и потому сегодня я хочу просить вас, что у нас сегодня очень много пищи, еще раз напомню, есть телефоны, есть общение, мы не должны внувать, и не должны думать, что вот я сегодня не попал в дом молитвы, и у нас существует очень неправильный такой менталитет и понимание, что такое значит церковь Господа, Иисуса Христа. Мы иногда часто, я пытался исправить эту ошибку, но мы не внимали ничему, мы часто говорим, пойду сегодня я в Чорч, или пойду сегодня я в церковь, но это совершенно неправильное выражение, церковь приходила в дом молитвы, церковь приходила Господа, церковь Господа Иисуса Христа, она приходила в дом Божий, она приходила, чтобы принести жертву, и вот сегодня эти помещения, они как бы закрыты, и мы сейчас не можем как бы собираться на весь вопрос, что церковь Господа, ей невозможно закрыть, церковь Господа, она сегодня существует в духе, церковь Господа, она сегодня находится при лицом Господа. Она сегодня находится в том положении, что Дух Божий, он находится в храме нашего тела. И если там находится Дух Святой, разве может сатана закрыть церковь Господа Иисуса Христа? Невозможно ее закрыть. Даже если один человек остается сам с собою, но с ним находится Дух Божий, Дух Святой, который управляет человеком. И тема сегодня моей короткой проповеди. Я хочу обратить внимание, что значит церковь, выбранная Богом, что значит выражение церковь Господа Иисуса Христа. Итак, первое выражение, которое записано, что церковь – это не здание. Братья и сестры, церковь – это не здание. Церковь – это то место, где имеется присутствие Божье. Там есть церковь. Слово церковь – это призвание избранных святых. С греческого на английский язык переведено, что это избрание, это призвание избранных святых. Поэтому церковь – это не здание, братья и сестры. Они, эти люди, которые называются и которые вошли в церковь Господа, они призваны Господом из греха. Они призваны Господом из мира. Они крещены Духом Святым. Это люди, которые действительно признают Господа в Духе. Вы помните этот момент, когда Христос встретился с Самаранкой, и Он сказал, что люди будут служить в Духе, что церковь, они не будут в Херазиме поклоняться, или в Герусалиме, но они будут поклоняться в Духе и истине пред Господом стоять. И вот церковь Господа, которая исполнена Духом Святым, это церковь, которая живая всегда, и придет время, эта церковь, на ней найдет Дух Святой, и она поднимется из земли. Поэтому пришло время, что мы правильно поняли, что церковь Господа, она не может быть унижена, она не может быть, эта церковь закрыта, эта церковь, она будет существовать даже тогда, когда, возможно, совершенно и надолго прокатиться, и мы не сможем, возможно, даже иметь, действительно, собраться больше двух человек, потому что я так верую, и Дух Святой открывает, что придет время, что церковь Господа, она вообще войдет под поле, и мы будем жить, как и раньше жили. У нас всякое новое, оно возвращается к старому, поэтому пусть Господь укрепит на сегодня у нас самым источником, есть Слово Божье, а Он сказал, что я избавлю тебя, я защищу тебя, и милости своей нет не от тебя, церковь, она еще употребляется, как тело Господа Иисуса Христа, и, конечно, тело, оно состоит из взаимоскрепляющих связей, тело Господа Иисуса Христа, оно не может, как бы, существовать раздельно, поэтому все мы в Духе Святом наполнены благодатью Господа, мы все в Духе Святом наполнены одним желанием и одним направлением, и целью нашего направления является любовь к нашему Господу, и я хочу просить вас сегодня, чтобы нам вместе служить телу Господа, чтобы мы действительно могли относиться к тому, чтобы мы понимали, что Господь вместе с нами. Дальше сама, я вам дам место описания, если вы хотите дома почитать, я не буду, у меня немного времени, но церковь как тело Иисуса Христа, Римлянам, глава 12, 4 и 5 стих, первое послание Коринфянам, 12 глава, 12 и 13 стих, Ефесянам, 4 глава, 16 стих. Церковь Господа, она имеет жизнь, она не грешит, церковь этот живой организм, различные функции членов органов, это относится к телу Христа, чтобы тело работало, нужно взаимодействие, каждый орган имеет свое название, все это вместе есть тело. Об этом Павел говорит Римлянам, 3 глава, 9 стих, что единство всех членов, всех даров, вместе служит телу Христа. Мы должны, она, церковь предоставлена как тело Христа, чтобы нам легче представить о множестве людей. Я немножко здесь выберу выдержки из того, что я записал, что существует церковь как невеста Иисуса Христа, он любит ее, он думает о ней, он восхищен ею, церковь как предмет его любви, он хочет, чтобы невеста была чиста, честна, непорочна. И я хотел бы прочитать еще место Писания, для того, чтобы мы поняли, и вот здесь в песне песней в голове второй записаны такие слова, 12 стиха ниже прочитаю. Цветы показались на земле, время пения настало, голос горлицы слышен в стране нашей, смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы расцветая издают благовение. Стань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя, в ущелье скалы, скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Вот так Господь смотрит на свою невесту, он смотрит на свою невесту, он любит ее, он переживает ее. Дальше к Ефесянам, глава 2, 19 стих, написано, что церковь как семья Божия. Слова сын, дочь, отец – это семья, Бог-отец, любовь к семье, слава Господу. И четвертое направление, что церковь – это как храм Бога. Ефесянам 2 глава, 20-21 стих. Храм – это место, куда приходили люди. Присутствие славы Бога возносило жертву Богу, место встречи с Богом. Бог принимал жертву, место получить прощение. В Новом Завете пользуется слово храм, как сердце, храм Бога, сердце человеческое. И мы живые камни. Церковь – это единство людей. Никто не может от меня отнять Господа, братья и сестры. Никто от меня не может отнять, никто не может зайти в мой храм. В моем храме находится Дух Святой. Он живет, Он существует, Он поддержит меня. Я слышу Его в голос. Он говорит, что не бойся, я с тобою. Знаете, что написано в Ивово? Написано, что сблизься с Ним, и будешь спокоен, и через это придет добро. Я вам дам это местописание. Здесь написано в главе 22, стих 21. Я прочитаю такое местописание. Сблизься же с Ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Слава Господу! Бог никогда не сказал, что он оставит церковь свою. Бог никогда не сказал. Еще раз напомню, что человек Божий, дитя Божие, человек, который принадлежит к церкви Господа, он не имеет права быть на одиночество. Никто не может войти в мои отношения с Господом. Никто не может нарушить мой покой, потому что я с Господом, и я в Господе. В 70-м салме написаны такие слова. Будь для меня тем твердым прибежищем, куда бы я мог бы всегда укрываться. Братья мои сестры, только укрытие в Господе. Ничто нас не может защитить. Все наши какие-то временные старания, чтобы как-то поддерживать наш организм, что как-то запасить какой-то определенной пищей. Все это направлено на время на наше предстояние. Но когда мы находим Господа, то Священное Писание, оно говорит, что будь для меня тем твердым прибежищем. Давид всегда понимал, что для него Господь это прибежище. Куда бы я мог бы всегда укрыться? Вы знаете, человек Божий, он должен верить не только в Христа на земле. Написано, что если только на земле веру в Христа, то я не счастлив всех человеков. Но человек Божий, он должен верить в бессмертие. Вы представьте себе, что многие люди, они трасутся перед смертью, но смерть для нас это приобретение. Христос сказал, что для меня жизнь Христос, а смерть для меня приобретение. Вы представьте себе, что была смерть приобретение, то сегодня на земле мы должны найти Господа Иисуса Христа. Мы должны найти водительство в Господе. Мы должны найти водительство Духа Его Святого. И с Ним ничего не страшно. Он всегда на всяком месте, в какой бы тупик ты ни зашел в жизнь твоей, Он всегда знает тебя по имени. И Он сказал, будешь переходит ли через воды? Он пойдет с тобою, не употопишься, пойдешь ли через огонь? Он не палит тебя, потому что с тобой рядом будет Господь. Братья и сестры, я знаю, что сегодня у нас очень такое переживание, очень трудность. Я, конечно, хочу просить вас, что мы будем дальше работать и подтягиваться на том, чтобы иметь хорошее общение и коммуникейшн. Но я так думал, что если где два или три соберутся во имя Господа, там посадить в них Господь. Многие переходят там, где близко в сабдивижинах, мы можем собраться, не больше десяти человек, да, но это очень большое количество людей. Самые благословенные церкви были, которые по десять человек, это были церкви, как отделения в армии, которые, оно, все знают нужды друг друга. И потому хочу вас просить, я не могу вас сегодня достать, я не могу с вами как-то пообщаться на времен, но я хочу вас просить. Если где-то у нас есть много дегонов, если где-то у вас находятся два-три дома вместе, недалеко в сабдивижине, и старайтесь собраться, побыть вместе, если это пока возможно. Поэтому пусть Божий мир и Божье присутствие, они будут сегодня над вашими домами, над вашими семьями. Я молюсь за вас, Господу, поверьте, я молюсь за вас, Господу. Я постараюсь пребывать в Господе непрестанно. Вчера я целый день размышлял о том, как же дальше будет. Но я хочу, что как и простой армии, в Божьей армии должна быть дисциплина. Мы должны не грешить, мы должны стараться ходить пред Господом, и это будет благо для нашей души. И в конце этого своего короткого слова, на сегодняшний этот Господень день, я хочу еще привести одно местописание. Я прочитаю это местописание, потому что оно показывает о том, что, знаете, в нашей жизни или в нашем направлении, что мы не можем быть одиноки. И, как всегда, я когда-то ввел эту тему, но сегодня хочу открыть откровение еще с первой главы, чтобы дать эту пищу правильную, благословенную на сегодняшний день. Я хочу прочитать такое слово. В седьмом стихе написано, что вот градется облаками, и возрыть его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Да, аминь. Я, Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, идет Седержитель. И дальше девятый стих говорит, я, Иоанн, брат ваш и соучастник скорби, и в царстве, и терпении, Иисуса Христа был на острове, называем Патмос, за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, а в другой Библии написано, в день Господень, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил я Алфой и Омега, первый и последний, то, что ты видишь, что видишь, напиши в книгу, и поши церквям, находящимся в Асии, в Ефесе Смирну, и в Пергаме Фиатиру, и в Сардисе Филадельфию, и в Ладякию. Я обратился, чтобы увидеть, шей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников, а посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, обличенного по дир, и по персяму, поясанного золотым поясом, глава его, и волосы белые, как белая волна, как снег, и глаза его, как пламень огненный, и ноги его, подобных халколивану, как раскаленные у печи, и голос его, как шум, вот многих, он держал в деснице своей семь звезд, из уст его выходил острый, с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей, и когда я увидел его, то пал к ногам, как мертвый, и он положил на меня десницу свою, и сказал мне, не бойся, я первый и последний, и живый был, и мертв, и вот, жив во веки веков, амин, и имею ключи ада и смерти. Сам Иоанн, он находился в трудном положении, он находился на таком острове, где были только камни, работая в каменоломнях, работая своими мозолистыми руками, он, Господь, Господь, выпросил, ему дали такое благовение, чтобы не выйти на работу, и он находился пред Господом, и он говорит, я Иоанн, я Иоанн, я один, я с Господом, и он в это время, когда находился уставший, его руки были взорваны камнями, и он получил это большую откровение, это муж Божий, который всегда лежал на груди Господа, это муж Божий, который лежал всегда на груди Иисуса, и даже в каменоломне, и даже когда был состром на остров Патмос, он и там нашел время, чтобы, блядь, на груди в него, он не был никогда одиноким, и он записал вот это чудное, благословенное откровение, он увидел Господа в всего славе, что шум его, что голос его, как шум многих вод, что он опоясан золотым поясом, когда он увидел славу Господа, он упал к ногам его, как мертвый, и тот ученик, любимый, который лежал, который лежал у Господа на груди, он не мог устоять перед этой славой, и Господь ему открыл, что я имею ключи ада и смерти, слава Господу. Братья и сестры, мы самые счастливые люди, мы самые благословенные люди, и я хочу вас сегодня благословить на тот воскресный день, я хочу, чтобы не мнимали, мы можем найти Господа в любом положении, вышел на уличку, там Господь, зашел в свою комнату теплую, там Господь, склонился у ног, здесь мой Господь, он живет в моем духе, в моем храме, в моем сердце, для меня ничто не существует, как только мой Бог, Он скажет мне, что мне делать, как мне поступить, и как мне жить. Мои дорогие люди, братья и сестры мои, я хочу вас благословить, и я сегодня заканчиваю свою речь к вам, я хочу вместе с вами, кстати, помолиться Господу, я верю и знаю, что это видео, оно будет сегодня услышано и видено многими людьми, и я хочу вас благословить, славянский народ, ты сильный народ, ты народ, который знал когда-то Господа, это цвет Пятидесятницы, это тот народ, который был исполнен Духа Святого, это тот народ, который не боялся никаких препятствий, это народ Божий, народ Господа, но ты потерял некоторое дарование, ты осуетился, и сегодня мы можем, имеем право, сегодня помолиться Господу, что пришло прощение Божие на наши дома, на наши семьи, и Господь еще возвратить, возможно, на короткое время наши общения, но мы должны быть приготовлены к тому, возможно, еще придет время, не станет интернета, еще не станет, даже не станет этой связи электронной, мы не знаем, какое время ожидает, но только Дух Святой говорит о том, что идут большие беды на землю, даже будут, возможно, сокращаться какие-то даже воздушные пространства, самолеты даже, возможно, будет нарушена связь и так далее, потому что то время пришло, когда Господь приготовляет землю, помните, когда Дух Святой говорил, что Он будет наводить прическу своей невесте, Он будет ее поставить в такое положение, чтобы она слышала голос Божий, чтобы она была направлена Его могучей рукой к тому, чтобы она ожидала Его, что Он заберет ее с этой земли. Братья мои, сестры, народ Божий, мы дети Божьи, и дом наш не на земле, дом наш на небесах, и поэтому сегодня в этой молитве мы имеем право вызвать нашему Господу, к нашему другу, к нашему тому, который сегодня печется нас. Вы знаете, хочу сказать еще одну ошибку. Славянский народ, церковь Господа, мы сделали очень большую ошибку, мы внезли Дух Святой, мы сделали так, что мы перестали слышать Слово Его. Возможно, это Слово было потоптано нашими, нашей неправильной жизнью, но у нас сегодня есть возможность, что мы можем обратиться к Господу, и мы можем попросить прощения. И я так верю, что большое благословение, и Дух Божий, Он возвратится, Он возникнет в нашем сердце, и мы будем радоваться, потому что это Божье прославление, Он выйдет из наших домов, из наших семей. Я еще раз хочу сказать, я вчера молился к Господу, и Господь хочет, чтобы мы взывались из наших домов, из наших семей. И потому я хочу объявить такое положение, что в воскресный день старайтесь собраться, старайтесь быть в домах, старайтесь здесь, можно собраться по два или три вместе, и чтобы этот день провести в молитве. Во вторник мы будем постеть в молитве за эту страну, за то, чтобы эта зараза дошла. А в восемь часов вечера мы будем преклонять наши колени по наших семьях, по наших домах. В пятницу у нас также будет пост и молитва, и у нас тоже в восемь часов вечера мы будем склонять свои колени по нашим домам и семьям. Мы будем взывать Господу, чтобы пришла Божья защита. Я хочу вам сказать, что этот штат, где мы живем, этот штат благословенный, потому что здесь старались не пропустить всяких этих мерзких законов. И я прошу Господа, чтобы послал в это вознаграждение, чтобы в нашем штате эта зараза, она не имела хода, чтобы этот ангел-губитель, он не был в этом штате, но также будем молиться за всю страну, будем молиться за президента, будем молиться за правительство, чтобы Господь, они тоже люди, чтобы дал им верное сердце, дал им правильные мысли, чтобы пришло правильное благословение. И потому сегодня я приглашаю вас на молитву. Мы встанем на наши ноги и помолимся Господу. Я вместе с вами стану, чтобы в Божьем присутствии и Божья милость, она была над нами. Хвала Господу. Хвала Господу. Великий Бог, Арбата Фалда Глейтен. Я сегодня, Господи, находясь перед Твоим величием, я находясь перед Твоим лицом, я сегодня, Господи, стою перед Твоим величием и прошу Тебя, Дух Божий, для Тебя нету, Господи, стен, для Тебя нету препятствий, для Тебя нету, Господи, никаких-то преград. Ты тот Бог, который являлся по воскресению Иисуса Христа более чем 500 ученикам одновременно. Ты тот Бог, Дух Святой, который силен, можешь явиться каждой семье, каждому дому. И я сегодня прошу Тебя, Дух Святой, особенно прошу за Бефезду, я прошу благослови по семьям, по домам, благослови, Господи, стариков и старушек, благослови в средних, Господи, так народ твой, благослови детей, благослови молодое поколение, благослови наших проповедников, дай каждому священнику дома то правильное направление, которое должно быть в нашей жизни, чтобы наши жертвенники загорелись, чтобы сила Духа Святого, она пришла к нам. Або, Отче, або, Отче, я прошу Тебя, пройди по домам, пройди по семьям и сохрани от всякого рода зла. Отец мой, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, дай Твое благословение, храни, Господи, от болезни, народ мой, поставь ограду и защиту, и чтобы Твой Божий Дух сохранил нас от всякого рода зла. Мы делаем все, что можем, но мы не все можем сделать на той земле, но мы, Господи, сегодня уповаем на Тебя. Ты сказал в Слове Твоем, что тысячи падут, десятки тысяч отнесут Тебя. Гарна, я защищу Тебя, за то, что Ты возлюбил меня, я защищу Тебя и долго твоих дней защищу Тебя. Слава Тебе, Господи! А если даже и не так, Иисус, если Ты будешь брать свою церковь, я прошу Тебя сегодня, подними, приготовляй, найди Духом Святым на каждое дитя Твое, благослови американский народ, благослови славянский народ, и пусть Твое Божье присутствие, и Твоя милость, она да пребудет сегодня над Твоим народом, над Твоей церковью. Я благодарю Тебя, что Ты любишь нас, и, Господи, Ты не хочешь нас оставить, потому что Ты сказал, что дан ничто худое и к преданным мерзости лжи не войдет, Господь. И я прошу Тебя, укрепи Твой народ, дай нам Твое прощение, помоги нам, Господи, смотреть наши пути, наши, Господи, дороги, которые мы сделали до этого, и пусть Твое Божье благословение, оно будет, Господи, в наших домах и семьях. Если мы Тебе допустили слова, речи, осуждения, прости нас, Господь, и дай Твою плату Духа Святого, укрепи надеждою. И на этот день я прошу Тебя, Дух Святой, дай Твоему народу мир, дай Твоему народу радость. И еще раз прошу Тебя, именем Господа, Иисуса Христа, приказываю этому демону-купителю оставить пределы этой стране, этой заразе, приказываю остановиться во имя Иисуса Христа. Я призываю кровь Господа, Иисуса Христа, и прошу Тебя, Дух Божий, укрепи нас, сохрани нас от всякого рода зла, да прославится Твое святое имя, мой великий, наш великий, живой Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Амин. Да будете вы благословны при лицом Господа, пусть слава Духа Святого пребудет над теми нами, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Амин. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Амин.